Брещанка Наталья – одна из тех, кого коронавирус обошёл стороной. Ни она сама, ни родные не испытали на себе тяжести коварной болезни и не хотят с ней столкнуться. А потому женщина решила не затягивать с вакцинацией. Первую прививку перенесла хорошо, а сейчас пришла получить второй компонент. Местной реакции у меня не было. Может быть, какое-то лёгкое недомогание, но даже прошло как-то незаметно. Решила привиться для своей безопасности, для безопасности близких. Если ты прививаешься, то если заболеваешь, последствия переносятся намного легче и последствия намного легче. И таких, как Наталья, на данный момент во второй Брестской городской поликлинике прививается до 100 человек в день. Сейчас в нашей поликлинике идёт вакцинация вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК. Это производство Республики Беларусь. Вакцинации переносится хорошо, особых обращений с побочными эффектами после вакцинации не было. В среднем, где-то мы уже привили на сегодняшний день 3 тысячи человек второй и первой вакцинации. 4 тысячи привились в общем. Сейчас можно записаться по телефону к нам в регистратуре или любого отделения, позвонить, записаться в удобное время и прийти провакцинироваться. Ещё дополнительно у нас, работая с 8 часов до 19 часов, работает колл-центр. Телефон отдельно, выделенный для контакта с пациентами по всем вопросам коронавирусной инфекции, в том числе по вакцинации. Это мнение специалиста. А что думают брещане по поводу вакцинации? Надо обязательно всем, я считаю. А вы уже сами привились? Обязательно, конечно. И сертификат получил даже. Мне сразу позвонили, всё, есть российская, китайская. Ну, я что-то выбрал российскую. Коронавирус – это очень глобальный вирус. И надо разными способами бороться с ним. Поэтому вакцинирование – это единственный сейчас способ, чтобы перебороть этот вирус. Я считаю, что вакцинирование – это очень полезная вещь, потому что вырабатываются, как я знаю, какие-то иммунные тела, которые потом препятствуют дальнейшему распространению. Если честно, мы похоронили двоих родителей с интервалом в пять дней. Это было прошлой весной, год назад. И я считаю, что вакцинироваться нужно. Хотелось бы услышать и противоположное мнение, но нам не удалось найти ни одного человека, который бы его высказал. Видимо, сейчас, спустя год и почти четыре месяца, с момента регистрации первого случая заболевания в Беларуси, всё большему количеству людей становится понятно, что вирус просто так не уйдёт. Хотя до сих пор ходит множество слухов и фейков по поводу прививок. Сразу предупреждаю, что я буду высказать своё личное мнение. Найдите мне хоть одного человека, который сказал бы, что эпидемию победили народными средствами какими-то и прочее. Никто не сможет убедительно доказать. Единственный метод борьбы с такой заразой – это, конечно, прививки. Один говорит, я привьюсь, ну, лет через пять, может быть, потому что мы ещё не знаем последствий прививок. А доживёшь ты пять лет, а вдруг ты завтра заболеешь этим вирусом, а в какой форме – никто не знает. Все, все, которые не привиты, они все подвергают себя этой опасности. Не знаешь, как будет дальше. Многие неправильно понимают противники. Они говорят, что нельзя прививаться, потому что прививка ослабляет иммунитет организма человека. Это фейк. Любого вирусолога, любого врача спросите. Прививка, наоборот, стимулирует иммунитет. Стоит отметить, что направлению на вакцинацию подлежат все пациенты, все люди старше 18 лет. Верхние ограничения по возрасту – нет. Особое внимание мы уделяем пациентам с хроническими заболеваниями, дыхательной системой, сердечно-сосудистой системой, эндокринной системой. То есть пациент с ишемической болезнью, сердцеартериальной, гипертензией, с сахарным диабетом, в особом числе с ожирением, все должны быть вакцинированы. Если человек переболел, у него высокий уровень антител, он вакцинируется. Не подорвет ли это его здоровье? Нет, это, наоборот, усилит выработку иммунитета. Даже те, кто принесли тяжелые пневмонии, у кого хороший уровень антител, вне зависимости от уровня антител, пациент должен вакцинироваться. Потому что каждый месяц этот иммунитет падает. Медики призывают не испытывать судьбу и как можно скорее записаться на вакцинацию. Ведь лучше предупредить, чем бороться с последствиями.